Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки! Очередная задача, очередная выполнялка, объяснялка, раздавалка, разъяснялка. Задачка про конденсаторы. Вот дана такая схема, где каждый конденсатор, как мы видим, по 2 микрофарад и всего таких конденсаторов 10 штук. Напряжение между точками А и Б 10 вольт. Вопрос номер один. Ну, чему уравняется суммарная емкость всех конденсаторов? Что нужно сделать? Но прежде чем мы начнем отвечать на все эти вопросы, я напомню некоторые, так сказать, стандартные вещи. Если у нас имеются конденсаторы, которые соединены друг с другом, как мы видим последовательно, ну, например, я взял три конденсатора C1, C23 и у каждого своя емкость для того, чтобы найти общую емкость этих конденсаторов, что нужно сделать? Вот, C total, это общая емкость. Это один на C1, плюс один на C2, плюс один на C3. Вот эти вещи, которые мы с вами должны знать. Дальше, что еще должны знать? Вот, если у нас вот эта точка А, а эта точка В, я хочу знать, чему равняется напряжение между точками А и В, значит, что я должен сделать? Сложить три напряжения. Раз, два и три. Где первое напряжение? Это напряжение на первом конденсаторе, потом напряжение на втором и потом напряжение на третьем конденсаторе. И еще, что мы должны знать? Мы должны знать, что общий заряд при соединении конденсаторов последовательно, да, он у нас остается величиной постоянной, то есть заряд на первом конденсаторе равен заряду на втором конденсаторе, в нашем случае равен заряду на третьем конденсаторе, ну и так далее, и так далее. Теперь, дальше, а вот что будет, если мы возьмем три конденсатора, которые будут соединены друг с другом параллельно, вот, параллельное соединение, ну, конденсаторов С1, С2 и С3. В данной ситуации напряжение на всех конденсаторах будет одинаково у 1, У2 и У3, то есть напряжение не изменяется. А вот общий заряд, он будет равен сумме зарядов. Ку-1 плюс Ку-2 и плюс Ку-3. И еще, что мы должны знать, когда у нас конденсаторы соединены параллельно, то общий, общая емкость равна сумме им костей на каждом конденсаторе. С1 плюс С2 плюс С3. Ну, это для трех конденсаторов, для четырех, пяти и так далее, но абсолютно ничего не изменяется. Если все конденсаторы у нас одинаковые, для того, чтобы найти общую емкость, нужно что сделать? Взять емкость одного из них, да, и поделить на количество конденсаторов. Точно так же, как и здесь. Что нужно сделать? Взять один из них и умножить на их количество. Вот. Это как раз то, чем мы будем пользоваться в нашей задаче. Ну, вот, поехали. Итак, смотрим. С1, С2 и С3. Как они соединены? А они соединены у нас последовательно. Ну, что тогда? Тогда у нас емкость вот этих вот трех конденсаторов 1, 2, 3 будет равняться С, деленное на их количество. С, деленное на 3. Ну, или 2, 3. Микрофарад. Коротко и ясно. Теперь дальше поедем. С4 и С4 и С5. Тоже соединены друг с другом последовательно. И каждый из них по 2 микрофарада. То есть, С4 и С5. Это 2, деленное на 2 микрофарад. Почему? Ну, 2 микрофарада каждый из них берем. Один из них делим на их количество. Ну, получаем 1 микрофарад. Теперь. Вот, С4 и С5, С6 соединены параллельно. А параллельно емкости складываются. Значит, С4 и С5, это у нас С4 и С5 и плюс С6. С4 и С5, это у нас С4 и С5. Значит, 1 плюс 2, получается 3 микрофарада. Дальше едем. С7, 8, 9. Ну, точно так же, как С1, С2 и С3. Это две трети микрофарады. И здесь две микрофарады. То есть, для того, чтобы найти С7, 8 и 9, 10, что мы делаем? Вот это и это одно и то же. Две трети микрофарады. Мы складываем с двумя микрофарадами. И получаем 2 и две трети микрофарад. Все. А теперь, что мы видим? А мы видим, что С1, С2, С3, вот с этим С4, С5 и С6, и вот с этим С7, С8, С9, С10 соединены как последовательно. То есть, что мы получили? Вот, мы получили конденсатор, который С1, 2, 3. Второй конденсатор, это С4, 5, 6. И третий конденсатор, С7, 8, 9, 10. Ну, давайте посмотрим. Значит, это у нас две трети. Ну, все, разговор ведется о микрофарадах. 4, 5, 6, 3 и 7, 8, 9, 2 и две трети. 9, 10, 2 и две трети. Да? Или это у нас 8 третей. Да? Как они соединены? Они соединены друг с другом, последовательно. То есть, общая емкость, это у нас единица на С1, 2, 3, плюс единица на С4, 5, 6, плюс единица на С7, 8, 9, 10. Ну, все. Значит, единица деленная на две трети. Вот, напишу так. Все про микрофарады ведем речь. Плюс единица на 3 и плюс единица на 8 третей. Или это равняется 3 вторых, плюс 1 треть и плюс 3 восьмых. Правильно? Правильно. Ну, что нужно делать? Взять и посчитать, сколько всего у нас тут получилось. Получилось у нас тут 2 целых и 5 двадцать четвертых. Правильно? Ну, наверное, правильно. Микрофарад. Значит, это 48 и 5. 48 и 5, 53. Правильно? 24. Четвертых. Вот. А это означает, что общая емкость будет 24,53 микрофарад. Поделили, округлили и получили 0,45 микрофарад. Значит, общая емкость должна быть меньше любого из этих емкостей. Ну, понятно, что 0,45 меньше, чем 3. Понятно, что это меньше, чем 8 третьих. А что такое у нас 2 трети? А, 2 трети. Это 0,6666666. 0,66666. Понятно. 0,45 меньше, чем 0,66. Значит, задачка, наверное, решена правильно. Ну, вот, нашли общую емкость. Но ведь нам было дано в задаче еще и напряжение. Значит, скорее всего, ответ будет... Не ответ, а вопрос. Второй будет такой. А чему равен общий заряд? Вот этой вот всей системы. Чтобы ответить на этот вопрос, просто нужно вспомнить, что такое емкость. Емкость – это отношение общего заряда к напряжению или к разности потенциалов. Вот и все. Значит, отсюда что будет следовать? Что Q, общий заряд, у нас равен С умножить на U. Вот и все. Значит, давайте посмотрим. 0,45 микрофарад умножаем на напряжение на 10 вольт и получаем 4,5. А что 4,5? Микрокулон. Вот и все. Значит, общий заряд всей нашей системы получился равный 4,5 микрокулона. А дальше? Ну, что дальше? Дальше можно отвечать на вопросы. Ну, такого будем говорить плана. А чем уравняется напряжение на первом конденсаторе? Ну, чему будет равняться напряжение U1 на первом конденсаторе? Это Q, деленное на С1. Правильно? Значит, 4,5 делим на 2 и получаем 2,25 вольта. Вот. 2,25. Значит, тут будет 2,25 вольта. Здесь будет 2,25. И здесь будет 2,25. А вот здесь уже 2,25 не будет. Почему? Потому что, смотрите, общая емкость вот этих трех конденсаторов 3. А заряд, который будет для троих, да? Он 4,5. Значит, напряжение между вот этими двумя точками будет равняться... Опять-таки, U равняется Q, деленное на Си, на С4,5,6. Ну и сколько это? Q вот здесь вот на всех трех конденсаторах 4,5. Делим на общую емкость 3 и получаем 1,5 вольта здесь. Вот. 1,5 вольта здесь. Здесь 4,5. Кулон, который на всех четырех конденсаторах, мы должны поделить на общую емкость. На 8 третей, да? Значит, делим на 8, а здесь у нас будет 3. Правильно? И получаем 1,6875. Ну, можно округлить на 1,7 вольт, да? Вот. Значит, здесь вот напряжение будет 1,7 вольт. И вот если мы сложим все эти напряжения, вот эти вот все, раз, два, три, четыре, пять, сколько должен получить? Должен получить 10. Теперь дальше могут быть вопросы. Вопросы могут быть такие. А чему будет равен заряд на, допустим, на шестом конденсаторе? На шестом конденсаторе. Чему будет равен заряд? Чтобы найти заряд, что мы должны сделать? Чтобы найти заряд, емкость умножить на напряжение. Вот. Значит, сколько здесь будет емкость? У нас 2, а напряжение 1,5. Значит, здесь у нас будет 3 на 3 микрокулона. Вот на шестом конденсаторе. Раз тут 3 микрокулона, а всего 4,5, значит, на каждом из этих конденсаторов будет по 1,5 микрокулона. Ну, вот с этими конденсаторами, я думаю, вы уже разберетесь сами. Вот что мне хотелось бы рассказать. На первый взгляд кажется сложно, но если мы понимаем, о чем ведется разговор, выясняется, что совсем не так уж и сложно. Вот что мне хотелось бы вам сказать. И добавить, что вы учите физику на канале Эли Гору. Напоминаю, что на необъятных просторах интернета, на моем канале, вы можете найти огромное количество фильмов, объяснялок, раздавалок по физике. Записывайтесь на мой канал. И не забудьте поставить лайк. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»